В Туве второй день держатся морозы, где местами столбики термометров опустились до минус 50 градусов. Что касается столицы республики, сегодня утром температура наружного воздуха составила 47 градусов ниже нуля. В связи с предупреждением об опасных погодных явлениях, силы и средства регионального МЧС и подчиненных подразделений готовы к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и переведены в режим повышенная готовность. За прошлые сутки оперативные группы пожарно-спасательных частей два раза выезжали и оказывали помощь водителям и пассажирам, автомобили которых сломались по разным причинам на дорогах республики в морозы, достигавшие местами до минус 50 градусов. Согласно прогнозу гидромедцентра, у нас ожидается сильное морозы до минус 48 градусов по республике Тува и ожидается до 28 января. Убедительная просьба жителям республики Тува рекомендуем не выезжать за пределы своих населенных пунктов без необходимости, особенно с детьми. Также в этот период времени убедительная просьба соблюдать меры пожарной безопасности в быту. В случае, если у вас случилась какая-то трагедия, безотлагательно звоните 112. Служба 112 действует на территории Козыла с ноября прошлого года. Так, одним звонком можно вызвать все необходимые спецслужбы – от скорой помощи до спасателей в период опасных погодных условий. В рамках федеральной целевой программы получены субсидии из федерального бюджета, на которые был создан центр обработки вызовов и развернуты автоматизированные рабочие места в дежурно-диспетчерских службах. Распоряжением правительства республики Тува на территории города Козыла введена в опытную эксплуатацию системы 112. Сообщение о проблемах и просьба о помощи операторы службы 112 принимают 24 часа в сутки. Служба 112, что у вас случилось? Я видел мужчину, который лежал без движения. Адрес? По словам операторов, ежедневно в службу спасения Козыла поступает около 700 звонков, более 30% из которых традиционно относятся к категории ложные. А еще около 100 являются детской шалостью. Как правило, число обращений увеличивается в период выходных и праздничных дней. Это экстренная служба, служба экстренных вызовов. И вызываем мы тоже, то есть я отправляю карточку, принимаю вызов, отправляю карточку. Я не могу сама отправить на этот вызов какую-то машину. То есть это уже работа самих служб, той же скорой, той же пожарной, той же полиции. Напомним, служба спасения 112 – это единый номер вызова экстренных служб. Дозвониться могут даже те, у кого нулевой баланс на телефоне или отсутствует сим-карта.